Привет, Варваниш. Всем привет. Я очень рад, что я сегодня здесь с вами. Как уже сказали, я приехал из одесского офиса. Я работаю project manager. Обычно на технических конференциях, но и на прочих выступлениях принято говорить, сколько лет кто в IT. Я в IT уже 10 лет и 6 лет из них занимаюсь менеджментом. Не так давно, я сейчас возьму вот эту штуку, которую я переключаю слайды, не так давно я присоединился к travel практике DataArt. Это произошло почти ровно год назад. И я хочу сказать, что до того, как я присоединился к travel практике, когда я встречался и общался с людьми, с которыми я, может быть, не очень хорошо знаком, то о путешествиях мы говорили исключительно в ключе, кто куда поехал. То есть это выглядело примерно так. Сначала кто-то рассказывает, куда поехал он, например, куда-нибудь в Египет, в Шерман-Шейх. А потом наступает феерический момент, и тут выхожу я и рассказываю, куда ездил я. Иногда бывало и так, и так, и менялось местами, бывало по-разному. С тех пор, как я начал работать в travel практике, я могу рассказать о путешествиях гораздо больше. И сегодня я хотел бы поговорить и о travel практике, и о путешествиях, и начать вообще свой рассказ. Я хотел бы с того, что такое практики, и что такое практики в контексте DataArt. Давайте посмотрим вот на эту картинку. Может быть, кто-то смотрел этот сериал, но это не настолько принципиально. Мы видим инженеров. Судя по всему, хороших инженеров, которые хорошо технологически подкованы, знают много языков программирования, или один знает на хорошем уровне. И, наверное, они могут работать в аутсорсинговой компании. И, как это часто бывает в аутсорсинговых компаниях, они работают сегодня над одним проектом, например, это интернет-магазин, проходит полгода, им дают другой проект, например, это колл-центр, потом третий, четвертый, пятый, и проходит какое-то количество времени, и у них есть опыт работы над разными проектами. Но если посмотреть внимательнее, то этот опыт работы, он не очень обширный. То есть они понимают разные отрасли бизнеса, но они понимают их зачастую не очень глубоко. Теперь давайте немножко фокус внимания наш взвинем и посмотрим со стороны пульта, который… О, заработал. Со стороны клиента, который приходит в аутсорсинговую компанию за каким-либо решением. Как правило, это бизнесмены, у которых есть уже текущий бизнес, или это новый стартап. Это люди, которые мыслят категориями ROI, категориями возврата инвестиций, категориями денег. И когда они подбирают себе компанию, с которой они хотят сотрудничать, или инженеров, с которыми они хотят сотрудничать, как вы думаете, кто получит больше шансов на продажу и кто будет для бизнеса ценнее? Те люди, у которых есть обширный опыт в той области, в которой этот бизнес работает, или те люди, которые так слегка о ней знают? Я задал вопрос капитана очевидности. Безусловно, те люди, которые работают в отрасли, имеют реальный опыт, имеют большую ценность для клиента, для компаний, которые заказывают их услуги. И в этом плане практики, они в рамках компании аккумулируют знания, опыт и реальные кейсы о какой-то бизнес-сфере. И это очень ценно, потому что это не просто знания, выписанные в вики внутренней компании, это знания, приобретенные в реальных проектах, это реальный боевой опыт. Это знания, которые несут в себе консультанты компании, которые имеют, если мы возьмем travel практику, например, некоторые из наших консультантов руководили сетями отелей. И они знают изнутри, со стороны клиента, с какой проблематикой можно столкнуться, какие есть подводные камни, у какой проблематики. И это очень ценно. И обращаясь к компании, у которой есть практика в твоем бизнес-сегменте, ты получаешь не просто группу девелоперов, которые просто приходят на созвон и говорят, ну что там, какие у нас требования, где будем кнопку ставить и все такое. Ты получаешь второго пилота. Ты получаешь человека, который может подсказать тебе, который может, если это стартап, например, найти какие-то, подсказать какой-то кратчайший путь его развития, подсказать возможные подводные камни. То есть это реально ценно. Ну и, соответственно, для компании, ну в данном случае я говорю о Daytart, ценно иметь практики, потому что в рамках практики мы можем уже концентрироваться не только на классическом бодишопе, продаже программистов, времени программистов. Мы можем продавать решения, мы можем быть консультантами, мы можем иметь большую ценность на рынке, чем просто компании, которые продают время программистов. Соответственно, мне очень нравится Daytart тем, что в нем есть практики, тем, что работая с разнообразными проектами, тем не менее, можно оставаться в одной какой-то общей конве. Можно знать, что всегда есть люди, которые имеют широкую перспективу и понимание того рынка, и они могут подсказать и помочь в рамках решения каких-то задач. Вот это то, что я хотел рассказать о практиках. И, соответственно, хотел перейти к travel практике, travel правильно говорит, но не сказать, практике DataArt. Я не так давно в тревеле, как я уже вам сказал, это чуть больше года. Но, тем не менее, компания DataArt достаточно давно и успешно на этом рынке работает. Вот это вот супермного логотипов, это логотипы клиентов. Далеко не все… Ну, это те клиенты, которые подписали с нами публисити, которых мы можем рассказывать. Есть еще достаточно много крупных компаний, о которых я, к сожалению, сказать ничего не могу сейчас. Как вы видите, среди них есть те компании, которые известны на российском, украинском рынке. Это Skyscanner, например, это, возможно, Hotel Tonight. Реально крупные компании. Есть очень много компаний, о которых нам неизвестно, но это тоже значимые игроки своего рынка. Соответственно, у travel практики уже есть большой опыт, есть специалисты, есть кейсы, есть серьезные компании в портфеле, и мы можем претендовать на еще большие проекты, на еще более серьезных клиентов, и это реально вдохновляет. Две секунды. Что я хотел сказать еще о travel практике? Вообще о travel рынке. Чем он нравится мне, чем он нравится тем людям, которые работают в рамках travel практики, практики DataArt? Тем, что это рынок инновационный. Тем, что в этом рынке решение появляется и меняется достаточно быстро. Тем, что компании… Мы можем взять пример Каяк, который буквально за три года… Я вот небольшой компании получил, если я не ошибаюсь, 200 миллионов на развитие. Мы можем взять Airbnb как пример. Компании развиваются, решения меняются, и компании очень быстро создают новые подрынки в рамках этой большой практики. В том числе разные люди, такие как, например, Илон Маск, визионеры, интерпренеры с большой буквы, они вносят свою лепту. Например, вот я взял пример этого Hyperloop, который вполне возможно скоро стартанет в Штатах. Или тот же Илон Маск, например, если взять пример автопилота в автомобилях, если мы посмотрим чуть-чуть в перспективу, когда огромное количество автомобилей будет ездить на автопилоте, как это поменяет вообще тревел-урина, как изменится расстановка сил. Ну или, например, группа британских ученых, которая наконец-то изобретет телепорт. Там вообще все перевернется. Поэтому в рамках тревел-практики она динамичная. В ней можно увидеть эту динамику, в ней можно поработать в разных прикольных проектах, которые такие именно на переднем краю находятся не только технологически, но и на переднем краю концептуально. Это тоже ценно в рамках тревел-практики. Что еще можно о ней сказать? Тревел-практика реально разнообразна. У нас недавно в компании Лена Жеребчикова, которая, по-моему, сейчас здесь присутствует. Вот, сори, не увидел тебя. Собирала лист интеграции с разными внешними системами в рамках тревел-практики. И мне попал этот лист, может быть, одному из последних, а может быть и нет. Так вот я его скроллил, наверное, минут пять. И как бы интеграции были и были. Я туда еще своих парочку дописал. Получается, что вы работаете в рамках практики, да, окей, но при этом скучно не становится, потому что систем очень много. Здесь я привел пример, да, такой достаточно, я не знаю, насколько хорошо вам видно. Окей, более-менее видно. Как, например, информация о комнате, доступной в каком-либо отеле, попадает на экран вашего лэптопа или смартфона, да, через какие системы она проходит. Она проходит через системы, ну, в данном случае это там, ну, там общий называется hub или switch, через которые администраторы отелей вводят данные о номерах, о ценах, о доступности, причем эти данные разнятся в зависимости от канала продажи. Каналы продажи — это то, что следующее нарисовано, OTA. Это сайты Booking.com, это разные другие сайты, на которых вы представлены, эти данные. А дальше появился, вот не так давно, там, по-моему, в 2002 году, появился новый как бы игрок еще на этом рынке, мета-серчи, компании, которые агрегируют все эти данные, так что вы не ходите по разным OTA и выбираете, вы приходите на скайсканер, выбираете себе самые дешевые билеты и заказываете их через какого-либо из этих OTA. Ну, и, соответственно, это попадает к вам. Но эта схема, это реально high-level схема, потому что если мы возьмем хотя бы любой из связей в этой схеме и увеличим ее, вот, например, тут увеличена связь между хабом и отелем, то там еще куча других систем присутствует. Это revenue management system, система, которая управляет ценами, которая предсказывает цены, которая дает прогнозы, дает рекомендации. Это central reservation system, система управления, собственно, там, доступностью и комнатами. В рамках этого есть еще одно, один уровень абстракции ниже. Там есть куча еще управления, систем управления на уровне отелей. Я говорю это к тому, что travel практика, она много-много системная. Это такая луковица, в которой много слоев. И когда вы работаете с каким-то проектом, вы работаете с разными слоями, вы работаете с разными системами в нем. Это тоже весело, это тоже нескучно, это тоже с этим интересно взаимодействовать. Вот. Окей. Это та часть, которая касается в общем travel практики. Дальше я хотел бы сказать, как за этот год, что я в ней, она повлияла на мою жизнь. Это произошло. Я не скажу, что я не путешествовал до того, как я стал работать в travel практике, но так почему-то получилось, что за этот год я стал реально много путешествовать. И здесь представлены маршруты и те места, в которых мне посчастливилось пожить. Это не просто я там остановился и эту пересадку сделал. Там, где я пожил, не меньше недели. Единственное, что один из этих маршрутов, он в перспективе, но у меня уже есть билеты, поэтому можно сказать, что он тоже сюда относится. Поэтому, короче, на lifestyle эта тема тоже повлияла. И я очень рад, как она повлияла. То есть это круто и путешествовать, и работать, и заниматься тем, что тебе нравится в рамках, ну, как бы, и сталкиваться с этим каждый день. Потому что до того, как я работал в travel, я так не задумывался на тему того, как бы, так можно классное жилье через Airbnb достать, или там крутые билеты себе купить, или какие-то лайфхаки с этим связанные. И лайфхаков действительно много. Они бывают разные. Они бывают, ну, не то чтобы сказать легальные и нелегальные, они бывают такие вот простые, понятные. То есть, например, вы идете на мета-серч, выбираете самый дешевый билет. Окей, это нормальный такой путь, и многие уже пользуются. Бывают лайфхаки, когда вы идете на сайт авиакомпаний разных и следите за акциями, или подписывайтесь на рассылки, следите за какими-то возможными акциями. Там вы можете тоже хорошо дешево купить, например, билеты или как-то сэкономить. Но бывают, конечно, моменты просто эпические. Это моменты человеческих ошибок. Их невозможно предсказать, но люди часто этим пользуются, и это то, что тоже присутствует и появляется как побочный эффект работы travel практики. Например, здесь вы видите два билета на одни и те же даты до Дели. И в первом из них включен перелет не просто назад в Москву, а еще из Москвы в Екатеринбург. И как бы в Екатеринбург лететь было не обязательно, а цена разнился так нормально, в три раза не меньше. И, соответственно, есть человеческий фактор, когда люди неправильно указывают различные сборы, топливный сбор, прощие вещи, когда несколько сегментов путешествия могут повлиять реально на цену. Таких примеров много. Есть сайты, которые агрегируют эту информацию. Насколько я знаю, 100500miles.ru на нем можно получить эту информацию. Есть еще сайты, есть персональные путешественники. Конечно, это не предугадаешь никогда, под это не спланируешь отпуск, но такие ништяки тоже есть, о них не стоит забывать. И можно как-то, если бюджет не велик, а желание путешествовать есть, на это дело тоже посматривать. Вот. Ну и в конце своего доклада, выступления, я хотел бы проанонсировать акцию, которую проводят DataArt в рамках текущего IT-толка. Вы все получили флайеры. Я не знаю, насколько вы успели с ними ознакомиться, но в принципе можете еще судорожно не считать. Я еще раз в двух словах расскажу. В прошлом году DataArt открыл офис в Люблине. В этом году к нему добавился офис во Врославе. То есть у нас появилось два офиса в Польше. И мы придумали такую акцию, что человек, который найдет за следующую неделю, которая будет, билеты, вернее даже не так, некорректно сказать, только билеты, билеты и проживание по самой низкой цене на период от 1 декабря по 23 декабря, то есть до Рождества. DataArt компенсирует этому человеку поездку в Польшу, в Люблине, во Врослав, по этим билетам, с этим проживанием. Единственным обязательным условием является зайти в офис и поздороваться, пообщаться, сделать селфи с главами. Главы офиса предупреждены, будут доброжелательные, хорошо настроенные, рады всех видеть. Есть много дополнительных условий, это то, что мы не компенсируем еду, мы не компенсируем визовые расходы. С точки зрения визы мы готовы помочь с заполнением документов, но мы не можем никак гарантировать ее получение. Так что в флайерах есть более подробно расписанная информация, там есть email, на который можно отправлять ваши заявки и есть ссылка на формат этой заявки. Так что мы будем рассматривать все заявки, каждая заявка в течение 24 будет рассмотрена, проверена. Если реально такие цены существуют, если реально она актуальна, мы ее включаем в конкурс и через неделю самая дешевая выбирается в качестве победителя и пожалуйста, если тот человек, который выиграет, не захочет поехать, ну значит следующий по списку поедет. Ну вот получается отсюда плюс неделя, то есть это до следующей среды 24.00. Вот. Вот в двух словах то, что я хотел сегодня рассказать, а теперь если у вас есть вопросы, я с радостью на них отвечу. У меня есть серьезная и несерьезная версия ответа на этот вопрос. Начну с несерьезной. Компания DataArt имеет в своем названии слово art, а Врослав выбран культурной столицей следующего года. А насчет серьезной версии, на самом деле я погорячился, серьезной версии у меня нет, потому что я не представляю HRM, я project manager, я не решаю эти вопросы, но я предполагаю, что Врослав достаточно… А, ну я говорю про Врослав, мне сложно что-то сказать про Краков, как я именно про Врослав, почему DataArt выбрал Врослав, а не Краков. Нет, это в Лублин. А, Люблин. А Люблин… Есть, уже есть. В Врославе есть. Уже есть, да. И в Люблине… Люблин это студенческий город. Там очень много университетов. Это город… У меня ребята есть в проекте из Люблина, и прям вот мне показывали, как там студенческий есть какой-то день весной, и там просто весь Люблин, такие автобусы ездят, чуваки там веселятся, ну то есть там реально много, большое студенческое. Я не знаю, мне тяжело сравнить, где больше в Кракове или в Люблине, но… Можно я напомню? Я немножечко знаю ответ на этот вопрос. DataArt развивается благодаря Люблине, да, то есть обычно завязываются какие-то хорошие знакомства, какие-то хорошие отношения, и после этого устраивается офис в конкретном городе. То есть вот так мы развивались в Херсоне. У нас сначала появились очень хорошие связи с Херсонским государственным университетом, и потом уже появился офис. Точно так же у нас случилось в Люблине, то есть нашлись коллеги, друзья, знакомые, припомендовали очень хороших людей, и, собственно, вот с них стартовал любезный офис. То есть, возможно, если бы были хорошие контакты в сфере IT, не знаю, может быть, со знанием русского, украинского, польского языков, то, может быть, открыли бы как бы. А так, в общем, Люблин очень хороший город, я там была в институте раз, действительно студенческий, он небольшой по меркам Воронежа, но очень приятный, очень милый, и действительно там студентов порядка 100 тысяч человек, которые именно приезжают на обучение из Польши, из Украины, но и из России тоже есть. Вот, приятный город. Спасибо за вопрос. Что вопрос? Да, конечно. У вас сейчас много поездок, это поездки просто к командам в этих разных городах, или для чего вы перемещаете сейчас? И то, и другое. Я много перемещаюсь сейчас по офисам, вот я месяц жил, например, в Питере и ходил, работал в питерский офис, там была часть команды, это была часть, частью работы. Плюс я практикую, это вообще такой travel living, то есть я, ну, в связи с тем, что вот эта штука, она прям, мне дается чувствовать уверенно, это часть работы в дата арте, да, мы сидим на созвонках, в гарнитурах, в скайпе, мы работаем очень много через скайп, поэтому при должном уровне селф-менеджмента можно поехать где-то пожить, поработать удаленно, понятно, что не очень надолго там, да, не навсегда, вот, но можно об этом всегда договориться в рамках проекта, это тоже большой плюс дата арта, что о многом можно договориться. Поэтому я ездил, например, я жил в Дахабе какое-то время, в Египте зимой, и как-то работал оттуда. То есть именно в каком-то этаже свою работу менеджмента? Конечно, конечно. Вы знаете, даже это было лучше, потому что мне не надо было никуда ездить, я так закрывал дверь, я уже на работе, много солнца, фрукты, ребенок в садике, все хорошо, то есть это было круто. Да, да, конечно. Да, да, да. Но это не сказать, что это общеприменимая практика, то есть это по договоренности. Если вы достаточно проявляете уровень селф-менеджмента, можно договориться. У меня есть вопрос. Хотелось ли открыть дверь, больше работать, больше гулять? Нет, я знал, что я вот закончу все созвоны, все счеты отправлю и пойду плавать. Вот так вот через там стомен. Зачем что-то бросать? Я же на долгосрочную перспективу ориентируюсь. Кстати, при этом время, что сегодня надо на скайпе провести ровно 8 часов, такого нет, да? Ну, бывало по-разному. Бывало по-разному, понимаю. То есть по задачам сегодня 2 часов достаточно, окей. А сегодня 12 часов я вот посижу. Ну да, да, да. Такого, чтобы 2 часов так не получалось, у меня было 3 проекта одновременно. Вот 12 было почаще, но в принципе, как бы обычный рабочий график. Я буду рад, если вы спросите что-то еще. Друзья, задавайте вопросы. Уникальная возможность потереть те живых органисты, которые вы здесь сейчас видите. Живого пьема. Все наверное задумывались, как участвовать в конкурсе, уже просчитывают уже телефоны. Да, да, да. Сколько трейсов. Ну так, теперь это первое правило. Да, да. Конкурсы реально работают. На каком сайте? Облично, например, чаще всего заказывать АЕБ. Ну, я чаще всего первое дело я всегда живу на Скайсканере. А Мамонда там не было представлено. То есть предпочтение туда. Ну, я не помню, не помню. Это не наши клиенты. То есть я взял… Мне тяжело сказать. Я брал всех клиентов… Ну, то есть я же не знаю всех клиентов. Я брал всех клиентов, которые есть у нас на сайте. И как бы с некоторых… Некоторые из проектов, которые там представлены, это были мои проекты. А с некоторыми я не пересекался. Но Скайсканер для меня – это такой сайт номер один и по перелетам, и по жилью Скайсканера, Airbnb, если гостиница, то Скайсканер я смотрю. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете перспективы развития рынка Revell, значит, конвейер IT, и, значит, предполагает ли менеджмент какие-то геополитические риски, и, допустим, в перспективе 5-10 лет количество специалистов, задействованных в IT, пусть они увеличатся в полтора раза, условно. Ну, я могу… К сожалению, это внутренняя информация. Я хотел сначала этот график показать, роста бюджетов и роста клиентов, аккаунтов в рамках практики. Это график, идущий вверх, на него приятно смотреть и медитировать. Да, да, да. И исходя из него, исходя из того, что я вижу, что DataArt получает с каждым разом… Ну, нельзя сказать, что у нас каждый клиент больше предыдущего, да, но мы получаем все больше и больше клиентов. Я понимаю, что да, все окей и с бизнесом, ну, с самим, да, с самой практикой, с DataArt в рамках этой практики. И что касается того, что количество инженеров увеличится, ну, окей, это классно, что их количество инженеров увеличится. вопрос в том, что мы уже есть на этом рынке, мы уже в этой нише значимы, и мы будем только развивать это. Поэтому, ну, для меня это в рамках DataArt и в рамках этого, это не является таким большим риском. А планируются ли какие-то дополнительные активности? Тут мне тяжело на этот вопрос ответить. Есть люди, которые координируют travel практику, и им скорее этот вопрос задать. А через, допустим, сколько лет, как вы считаете, мы выйдем после этого роста на какое-то плато, может быть, даже снижение? Я не берусь. Спасибо. Да, у вас был вопрос. Я здесь скажу, а вы говорите, вы в Дахаде были зимой? Да. Как вода, холодно? Знаете, я одессит. Это такой специфический вообще стиль, потому что, будучи в Одессе, я за лето хожу на море три раза. И как бы для одесситы она такая. А я знаю, люди приезжали из России, они каждый день просто по полдня просто там откуда-то из центральной части там приезжали и по полдня купались, и все были счастливы. Когда я его там занимаюсь? Занимаются, конечно. В кедриках занимаются. А, в кедриках? Да, да, да. Понятно. Ёрд. Недвеждая можно сломать. Так, ребят, еще вопросы. Да. Есть ли какие-то дни на Скайскане, где, допустим, по самой высокой цены и, может быть, везде, где цена падает? Хорошо вопрос. Я такой аналитикой не занимался по дням. Я могу предположить, что есть сезонные всплески предновогодние, например, так же, как и в ценах на комнаты в отелях, так и на перелеты. Тут прям вообще непредсказуемый вопрос. Надо просто брать. Если у вас есть, вы понимаете, примерный какой-то таймрейндж, в котором вы хотите путешествовать, вы берете, пробиваете все рядом стоящие даты, пробиваете разные сегменты, пробиваете разные возможные маршруты. И, как бы, там… Можно я задам вопрос? У меня всегда есть точное понимание дат, потому что я привязана к каникулам. У меня есть понимание бюджета и, в общем, мне все равно предлететь. Есть ли какой-то ресурс, который позволяет мне выбрать по цене, по датам, в общем, все равно любое направление? Знаете, был очень крутой стартап. К сожалению, он не взлетел. Он назывался… Блин, я забыл, как он назывался, но не суть, короче, совершенно. Там, значит, они специализировались на продаже свободных мест в самолетах. То есть, да, есть определенное количество мест, билетов непроданных. И они брали пул этих билетов. И… One to going, что-то он назывался. И ты не знал четко, куда ты поедешь. Ты мог выбрать. Я хочу или в Италию, например, или во Францию, но ты как бы до конца ты не знал, до момента покупки, ты уже платил деньги. И тебе говорят, ты поедешь в Париж. Вот. Ну, это как бы get going он назвался. Вот, get going. Но они почему-то не взлетели. Я не уточнял, как конкретно там, в чем был принцип. Но вот мне он тоже реально понравился. Мне казалось, что их ждет светлое будущее. Ну, не сложилось. Ну, наверное, в большинстве с нами такие судьба. Наверное, да. Если для вас подъяснили, зачем? Да, да, да. А как долго пришли к такому лайфстайлу? Это выросли из какого-то желания большого или вынужденность в связи с тем, что вы начали с вами спрашивать? Оно все сложилось. То есть появились такие возможности. И я подумал, почему бы ими не воспользоваться и попробовать. И как начал пробовать, втянулся. Вот. И пошло, поехало. Да, всем привет. Спасибо, что пришли. Значит, я сразу хочу предупредить, что сейчас будет много кода. Код будет на JavaScript. Ну, там Angular. Ну, как-то так все попроще. И в основном буду рассказывать про API Google карт. про то, как с ним работать, про то, что они не рассказывают немножко про него. Ну, и на самом деле там будет три вызова. Все очень просто. Будем говорить и развлекаться. Для начала, что хочется сделать. Когда-то давно я делал небольшой стартапчик. И вот сейчас я покажу, может быть, не очень приятно выглядящее, потому что в реальности тогда это заняло пару дней. Я это сделал сейчас действительно за пару часов. К сожалению, из-за наших графиков, проектов уделить много времени не получилось. Но в общем оно работает, как всегда. Для прототипа достаточно. Задача такая. Хочется сделать планировщик маршрутов. Да, как это было вообще? Приходит, значит, ко мне инвестор некого проекта, говорит, будем делать планировщик путешествий. Говорит, ну отлично. И там он рассказывает мне, как вот, значит, техдиректор напланировал архитектуру этого планировщика путешествий, там связь с сервером какая-то, какие-то запросы в Google API, деньги за, там, этот ключ API, значит, да, деньги за эти запросы, которых будет много и так далее. Вот. После чтения документации по Google API мы поняли, что на самом деле нам не нужен сервер. Что весь планировщик можно сделать на клиенте. И самое интересное, что даже API ключ был не нужен, потому что если вы используете JavaScript API, то вообще говоря, ключ тоже не нужен. Вот. Выглядит это… Сейчас будет страшно. Вот. Да, то есть вот, собственно, одной вот этой вот строчечкой, которая… У вас хуже видно, чем у меня на экране. Вот, давайте так сделаем. Да, вот теперь видно. Собственно, вот одна вот эта строчка делает все, что нам нужно для того, что сейчас будет работать. Как видно, это загрузка некого скрипта с соответствующего сервера Google, и там говорится, что мы будем использовать библиотеку Places, собственно, поиск, да, и работать на английском языке. И на этом, собственно, вся загрузка с Google, с JavaScript заканчивается. Мы будем использовать… Он там регистрирует глобальный объект Google Maps, и мы будем его использовать. Значит, из того, что здесь еще использовано, сейчас мы будем говорить сразу, это все загружено с CDN, то есть вообще серверный нужен, да, то есть все это каких-то внешних вещей, raw.git, это обвязка вокруг GitHub, у которой тоже есть CDN, это для девелопмента режима можно без CDN использовать. Значит, это очень полезный проект для AngularJS, который оборачивает библиотеку Google Places и работу с автокомплитом в Google Places. Вот, илверион не даст соврать, что он полезный. Собственно, Angular, Bootstrap, jQuery, который нужен Bootstrap. Тут я даже jQuery не использовал. Ну и какие-то CSS от автокомплита и Bootstrap. Собственно, это все внешнее, что есть. Да, и дальше мы хотим, ну, сразу, да, что тут у нас. Вот, собственно, использует автокомплит, который мы сейчас попробуем поиспользовать. Да, один input. И благодаря проекту AngularJS Google Places автокомплит мы получаем работающий автокомплит. Собственно, как это выглядит? О, как это? А, таби, таби, таби. Да, ну вот даже так. Собственно, как это выглядит? Ну, давайте поедем в мой родной Санкт-Петербург. Вот, наверное, даже можно ошибаться, что удобно. Вот, карта, да, Санкт-Петербург, все правильно. И, собственно, да, мы знаем, что это Санкт-Петербург. Отлично. Что дальше? Ну, Санкт-Петербург. А надо же куда-то, наверное, поехать, да? У Гугла есть прекрасный механизм. Раньше поиск по Places в Google API, там до третьей версии, сейчас третья, да, 3.22, он осуществлялся одним запросом, одним методом. И там было много очень параметров разных, и все было очень сложно. Сейчас они разделили это на три. Есть поиск, и появился выделенный RadarSearch. Это, собственно, поиск по ближайшим местам интереса. Раньше приходилось фильтровать, там в результатах поиска попадались страны, города и так далее. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Это действительно очень просто. Сейчас не найду. Тут немножко ангуляра, немножко watch, там как положено все. И почему я не могу... Ага, вот, да. Вот, вот он. Перенеслось, но я думаю, мы поймем. Собственно, как это используется? Сервис, который мы получили наверху. Здесь вот интересный момент, который из документации в углу не очевиден, вообще говоря. Вот здесь вот создается карта. Вот новая Google Maps, Map и карта. Та карта, которую вы видели. На самом деле, показана она, ну, просто для того, чтобы ее показать. Ее можно было не показывать. И Google во всех примерах предлагает, когда вы сделали Radar поиск, когда вы сделали еще какой-то поиск, и рассказывает, как же показать его на этой карте. Но, вообще говоря, это не нужно. То есть мы же хотим просто получить некий список мест, которые находятся рядом, и дальше как-то с ними поработать, куда-то их добавить и так далее. И карта здесь, на самом деле, не особо нужна. Ну и не надо ее использовать. Мы просто поиспользуем Radar поиск, возьмем радиус некий, который я задал наверху, 50 тысяч метров. 50 километров — это город. То есть мы вокруг города поищем, что мы ищем. Вот список типов гугловых. Это типы тех мест, которые мы ищем. Ну, обычные места интереса. Музеи, ночные клубы и так далее. И дальше мы получаем запрос к Radar поиску. И вот вместо того, чтобы начать использовать рендерер, начать работать с картой, мы забираем все это в Angular. И на самом деле здесь надо было сделать не дайджест, а Type-Lay. Но это не важно. И вот с 8 первыми местами, могли с 20, он возвращает 200 штук. Мы сразу запрашиваем подробности с помощью того же сервиса. И вот, собственно, добавляем к себе куда-то в Angular-овский скоб. Собственно, мы сделали поиск. Вот они. Эти места. Они отобразились. У них есть в Details, можно посмотреть на их картинки и так далее. Это мы сейчас увидим. Мы их можем давать, это уже дальше в Angular-овский список. Смотрим. Если уменьшить, будет все в линию. Видим какие-то картинки, название этого места. У него есть подробности. Более того, есть комментарии. Если посмотреть там в этом месте, комментарии от пользователей, рейтинг. И все это сортируется по рейтингу. То есть мы видим некие места. Вот места, которые нам интересны. Можем их посещать. Точно так же здесь можно использовать еще один поиск, подобный вот этому верхнему поиску. И поискать что-нибудь уже внутри того места, где мы находимся. То есть внутри Петербурга, внутри там, не знаю, просто написать наверху Испания. Сейчас попробуем. Вот мы выбрали какие-то места, куда мы хотим попасть. Собственно, мы добавили этот поинт. Да. Вот. И дальше, ну, опять же, тот самый инвестор был бы недоволен, если бы я просто показал места. Хочется спланировать эффективный маршрут с использованием этих мест. Может быть, по дням, может быть, просто подумать, как лучше какое-то место исключить, какое-то место добавить. То есть нужно понимать, как мы будем ездить. Это нормальная задача. Я помню, когда я ездил во Францию, у меня было в планах, по-моему, 20 замков посетить. И я провел где-то день, да, там, распихивая по карте гугла их, пытаясь создать разные маршруты и так далее. Вот. Ну, чтобы вы понимали, сейчас прошло где-то 40 минут программирования. Пару часов еще нет. Ну, там, часик может. Вот. Ну, вот здесь кнопочка. Волшебная кнопочка, которая должна показать нам, как же нам ехать. Я нажимаю и, ну, можно посмотреть, как это работает. Опять, оказывается, Google все для нас сделал. И Google Maps предоставляет полный интерфейс к механизмам гугла и гуглокарт по планированию маршрутов, по прокладке их, вплоть до промежуточных точек. Тут, конечно, вот, как любят говорить некоторые мои знакомые, чужими для хищников API сделалось, потому что, ну, понятно, что если у меня есть список точек, то, наверное, я хочу как бы все-таки их как-то вместе передать и сказать, я хочу по ним поездить. Но оказывается, что так не бывает. Бывает только вот начинаем мы в одном месте, заканчиваем тоже в каком-то конкретном месте. А вот дальше внутри уже мне нужно выцепить, вот, слайсом выцепить внутренние точки и их туда подставить. То есть создать эффективный маршрут полностью, да, ну, не совсем удобно. Но здесь есть хитрый момент, который мы делали в том проекте. Мы просто вот эти вот origin и destination замыкали на отель, в котором отдыхает человек. Ну, то есть ты же с утра откуда-то выехал, а потом туда же хочешь приехать. И все, собственно. Там еще потом начиналось разделение по дням. Мы говорили, что ночь между днями может происходить в разных отелях. И, соответственно, сразу после этого получается, что origin, например, аэропорт, destination это там отель первой ночи, первый waypoint, можно забить какую-нибудь аренду автомобилей, ну и так далее. И дальше вы там между отелями переезжаете и переходите. Что интересно, вот здесь вот, где мы типы ищем, да, мы можем использовать прям действительно отель. И, например, там кафе-ресторан. Здесь вот сейчас в этом прототипе времени у меня, к сожалению, не хватило. Но вот на этой картинке, если бы мы делали ее не два часа, а два дня, здесь были бы еще дни. И даже, наверное, тут, да, был бы некий список мест, дни, и где-то в середине дня мы бы пытались еще поискать рестораны и кафе. И тоже могли бы планировать маршрут по этой штуке. Дальше. Ну это вообще простейшая задача программирования на любом языке программирования, выстроить массив объектов и запулить их в… куда? Вот сюда. Да, вот в эти waypoints. И дальше мы получаем готовый маршрут. Собственно, все. Этот маршрут приходит вот сюда. не нарисовал, не успел нарисовать, но можно посмотреть. Из того, что интересно здесь есть, вот это самое интересное и самое приятное. Как видно, вот эти вот legs этого маршрута, они показывают и текстом для удобства, и, собственно, значением дистанцию и время, которое вы потратите на то, чтобы переместиться между каждыми двумя местами соседними. То есть, опять же, все уже сделано. Дальше путем нехитрых умозаключений можно подумать, что если мы нарисуем на карте, можно посмотреть, либо можно заранее попытаться как-то их выстроить, эти точки, посмотреть, что вот здесь мы едем 6 часов, и значит, наверное, надо поискать кафе. Или если мы едем там еще сколько-то через ночь, то, наверное, надо все-таки подсказать и поискать отель. И все это делается на клиенте. Вот здесь мы подходим к интересной дискуссии, которая возникла и у нас тоже, когда мы делали чуть больший прототип этого кода, ну, тот самый прототип. А хотим ли мы действительно сохранять все это на сервер? Надо ли нам это? Надо ли нам знать, что пользователь искал, а все эти картинки и все эти данные? По факту нам интересно только одно. Нам интересно, чтобы пользователь заказал у нас нечто, что мы ему хотим продать. Ну, там, грубо говоря, я не буду говорить, что мы хотели продавать в данном случае, в том проекте, но, допустим, билеты на там или хотим продать ему отели, которые он выбрал благодаря этому TripPlaner. То есть, к большому счету, этот TripPlaner – это added value. Просто удобный сервис на сайте, который продает отели. И, ну, действительно, это просто красивый интерфейс для того, чтобы заказать отель. Поэтому не нужно. Все это можно делать на клиенте. И дальше, когда… Дальше вот здесь вот, на тех самых картинках, мы можем рисовать кнопочки, если это не кумс камера, а, допустим, отель, который ночью будет отдыхать, наш пользователь, мы ему рисуем кнопочку «заказать», он это заказывает, получает свои билеты, и нам вообще все равно, что он делал в этом TripPlaner, это чем он это делал. И благодаря этому мы привлекаем пользователей, мы можем рекламировать эту страницу, и пусть Google справляется с нагрузкой. Мы можем ее выложить там на Amazon S3 и вообще не платить, ну, как платить, но вообще не задумываться о нагрузке, о том, что наша рекламная компания может положить наши сервера и так далее. И в этом смысле, если мы сюда добавим еще те же самые отзывы от пользователей и позволим пользователю самому что-то обсудить или посмотреть, а кто оставил этот отзыв, пользователь начинает вроде как завязываться на какой-то интерактив на сайте, которого по факту нет, который весь загружен откуда-то снаружи. И вот именно такие способы организации интерфейсов, они и работают эффективнее всего. То есть вот сейчас реально большие вендоры сделали все для того, чтобы нам вообще не нужно было ни о чем заморачивать. вплоть до того, что у меня, ну, я немножко сайты делаю иногда, и у меня многие знакомые спрашивают, ой, а давай ты как бы вот подскажешь, где сделать сайт, или может быть ты нам сделаешь сайт. И когда я слышу, что им нужно, вот последние года два, наверное, ну, ничего другого, кроме идите на блок-спот, я не отвечал. Ну, там все есть. Там можно сделать ленту, там можно сделать, привязать, собственно, доменное имя. Ну, больше никому ничего не нужно. Вот. Собственно, я готов поговорить немножко по возможностям API. Сейчас я еще вспомню пару слов, которые я хотел сказать. Да, собственно, подразумяется, что мы должны все, вот как бы, если впрямую читать тот, те инструкции, которые написаны там на сайте у Google про их API и так далее, то получается, что все это должно происходить где-то вот здесь, на этой карте. Что мы должны что-то нарисовать и ничего не делать по этому поводу. Но оказывается, что по условиям Google все, что нам все, что мы обязаны делать, это нарисовать вот эту вот штучку и вот эту вот штучку. Рассказать, что Google дал нам данные. И дальше можно ни карту не показывать, можно рисовать собственные объекты, распихивать эти данные как вам угодно. Главное написать, что эти данные получены от Google. И все. И после этого вы можете делать на сайте все, что угодно. Делать это на JavaScript, без всякого сервера. То есть если вы посмотрите, вот эта штука на самом деле, она HTML-ки отдает там вот по адресу. Здесь реально сервера нет. Просто хостик HTML. Вот. Собственно, в принципе, планер мы сделали. Еще чуть-чуть работы и можно продавать. программистов, я так понимаю, сегодня нет, да? Может, тебе надо жесткий вопрос задать, да? Ну, а ты говоришь, что ты принялась на сервере, но как-то же они же не анализируют популярные направления, там, типа, что лучше продавать, что хуже продавать, где там стараться, где не стараться. Это прямой просто Google Analytics, это касается ничего. Да. То есть я ждал этого вопроса на самом деле. Да. Действительно, кое-что на сервере надо сохранять. И прежде всего, это, конечно, некие данные, некие события о пользовательских действиях, которые несут важную информацию для аналитики. То есть весь этот маршрут нам не нужен. Мы можем его распечатать пользователю прямо отсюда, мы можем его там, не знаю, сделать ему PDF-ку JavaScript-ом. Это не проблема. Но мы хотим знать, ну, прежде всего, если ты хочешь знать, где у тебя больше покупают, ты это и так видишь, потому что у тебя покупают. Если ты хочешь знать, что больше интересует, ну, да, в принципе, никто не мешает вот эту вот штуку засылать себе на сервер. Произошел поиск про там такой-то, да, destination. Вообще говоря, никто не заставляет, Google Analytics хороший вариант, вот этот текст может спокойно прыгать через HTML5 API в уру, и Google Analytics это подхватит. То есть вам опять не надо ничего сохранять на сервере? А? Да, да, да. То есть ну, серверное программирование не нужно. Что-то меня, по-моему, уволят сегодня. ИГЭ, которые при этом вы используете, они все-таки документированы, они нормальны, то есть нормальны, то есть нет такого, что вы используете, которые не плавированы, которые они могут взять и играть. нет, но только чаще всего я не, ну, к сожалению, я только потом иногда просматриваю полные спецификации объектов, которые я использую, а чаще всего консоль лог и туда, значит, объект, который пришел. Ой, у него есть такой забавный метод, который форматирует мне там координаты для того, чтобы я передал их запрос. то есть вот этот вот, кстати говоря, вот этот метод, я не помню, чтобы я находил его в документации, может, но не исчезнет, потому что он полезный, и я точно понимаю, что он используется не только мной. Но опять же, вы можете загружать не так вот, да, вот, вот здесь вот, сейчас, здесь вот нету никаких версий, но на самом деле сюда можно подставить V3 и закрепить весь публичный API, который у вас есть, и не думать о том, что какой-то метод исчезнет. Он исчезнет где-то там в 4, или там, сюда можно писать 3.21 и будет всегда 3.21. Вот есть, тут был полезный метод. Сейчас я… А, не, я его не использую. Он оказался бесполезный. Ну, в общем, объект широта-долгота, который хранит широту-долготу, у него есть, оказывается, полезный метод формат или как-то так что-то, то есть, который сразу отдает ее в формате так, как Google хочет ее в урлах API, чтобы что-то дернуть про что-то, про какой-нибудь объект. да, точно я понял, почему не использую с помощью. Ну, неважно. Да, вот немножко хода. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что стал вопрос сохранять информацию на сей, на вашей, да? Естественно, да. А то есть, значит, эта информация не нужна, да? То есть, ее можно же использовать big data там. Можно, но big data это где-то там, там, где сто тысячи и так далее. И тут важно понимать, а зачем? Если у меня есть Google Analytics, который говорит мне о моей популярной destination, которую я могу использовать в AdWords, например, для того, чтобы свой сервис рекламировать, и абукинг я могу вообще делать через JavaScript API Savra, например. И опять мне не нужно делать ничего на сервере. То есть, вся эта информация по сути не значит как началась. Ну, я денег хочу, а бутинг работает. Так вы эту информацию уже так же можете конвертировать в деньги. Ну, это следующий этап, да? Можно думать очень много и много интересного, но для этого… Да-да-да, но просто, чтобы вложиться в какую-то big data аналитику, вот у нас в Питере есть там некий стартап-инкубатор, там сейчас вот начался этот Microsoft founder-институт очередной в Питере, и вот его организаторы питерские, у них есть там пара проектов как раз про big data. Ну, ребята второй год пилят первую вот какую-то модель, которая хоть как-то заработает. Нет, почему? У них там что-то работает, они что-то продают, но это все на сильно очень будущее и на очень большие данные. А как бы продать билеты можно так. И без этого выучить. Я не могу узнать, вот эта программа, она высчитывает какое-то минимальное расстояние и самое оптимальное для полезных. вы знаете какие алгоритмы используют математические? Ну, смотрите, это вам надо использовать. Смотрите, это вам надо использовать алгоритмы, потому что вот оптимизатор маршрутов в Google API он не выброшен. И вам нужно самостоятельно посмотреть, что, наверное, вот эти точки можно как-то по-другому расположить. В принципе, опять же, так как здесь кушать ничего не просит особо. Можно там попытаться неким рандомным методом поугадывать, а как будет побыстрее. Понятно, что по прямой не всегда быстрее. Ну, потому что дороги какие-нибудь, еще что-нибудь. В подробностях о маршруте есть, например, трассы. Там можно посмотреть по шагам трассы и ваш алгоритм, который вы напишите здесь на JavaScript без всякого сервера, может соединить, что вот разнесенные шаги на самом деле используют одну и ту же трассу. Ну, потому что по ней быстрее. И поэтому, наверное, можно попробовать еще запросы, но переставив что-нибудь поближе туда, чтобы шаги, использующие одну и ту же трассу, были поближе друг к другу. и тогда, может быть, будет быстрее. И все. То есть сам Google вам не дает оптимизацию. Он дает только прокладку маршрутов и информацию о том, а что же подсказать пользователю. То есть поняв, что пользователь поедет здесь, например, и будет уже время обеда, можно попытаться поугадывать рестораны рядом, можно попытаться посоветовать пользователю поискать ресторан рядом и разорвать этот маршрут, добавив туда еще одну точку где-то вот тут. То есть там же очень просто. Если у вас есть точка, где уже пора бы пойти пообедать, то можно как раз вокруг нее поискать рестораны, а не вокруг destination, который у нас есть. Поставить там 10 километров, по 5 километров. Но это все здесь делается ручками программирования. То есть просто вы видите схему непредставим в виде грамот, как можно и нужно так делать, если вы хотите действительно здесь реализовывать все эти механизмы. Но по большому счету… Смотрите, опять, какая задача? Задача поиспользовать графы для планирования маршрута, который может пользователь перестановкой вот там в JavaScript тех штучек сам спланировать, или в котором можно многое угадать. То есть для того, чтобы правильно спланировать маршрут, нужно где-то взять граф всех дорог. И как бы это не для нас здесь. Для нас здесь важно понять пороговые вещи, которые помогут клиенту почувствовать, что о нем позаботились. То есть что ему пора покушать, ему пора поспать, что здесь есть, например, по пути интересная точка. То есть если ты смотришь, что вот у него здесь, например, 4 часа в пути, то можно попытаться здесь поискать какие-нибудь еще point of interest по пути, где-то рядом, вот по каким-то этим степам и так далее. Посмотрите рейтинг, какой там рейтинг пятерка у какого-то места, давайте мы его подскажем. А с ресторанами Google дает какую-то информацию дополнительную, типа средний че, класс ресторана, все такое рейтинг. дает свой рейтинг, то есть популярность у пользователей, отдает часы, когда открыто, но опять же, есть специализированные сервисы, у которых есть специализированные API, которые можно использовать и не нужно ничего тянуть. как даже здесь используется проскакивало, но мне интересно, как Google относится к тому, что его API используют в каких-то коммерческих приложениях, он разрешает говорить пожалуйста или есть какие-то ограничения, кроме дюйля. Есть рейт, то есть количество запросов в день в течение нескольких дней подряд, по-моему так это сейчас ограничивается. То есть они позволяют некие пиковые вещи бесплатно, но если ты там по-моему 5 или 10 дней подряд имеешь какой-то высокий рейт, значит у тебя уже все хорошо и пора платить. И да, есть Google Maps for Work еще отдельно, который вообще коммерческими приложениями занимается, и там вообще все за денежку и плюс рейт. У нас есть какая-то вероятность того, что наш сервис при определенных условиях скажет нам, что я неудобно больше работать. Не совсем так. Это все рейты и все относятся к HTTP API, которые используются с помощью ключа, по которым идентифицируется этот рейт. Здесь рейт относится к пользователю. да, и соответственно мы как раз экономим на том, что если бы мы это все делали на сервере, мы бы вынуждены были сделать ключик, мы бы вынуждены были следить за рейтами и так далее. А здесь, ну извините, пользователь пользуется гуглом. Да, ну написано Google, пользователь пользуется гуглом. Там единственное, бывают моменты, когда оно начинает считать, что ты вроде как слишком часто шлешь запросы с одного IP-адреса и вот здесь это не используется, но в коллбеках в коде там есть не только результат, но еще статус. И вот вообще говоря, этот статус надо проверять и если там написано, что рейт эксидит, то есть еще специальный урл, на который надо бросить пользователя, где он ведет капчу гугловую и снова будет работать. Да, да, да. Ну как бы вот мало ли робота натравили на JavaScript API, мало ли это какой-то баннер запустили, который еще по пути данные собирает с гугла, краулит что-то. Что-то я, да, какие-то порно-технологии раскрываю. Ну, неважно. Да, что-то еще.